Слава Богу за то, что наш Дух жив, значит мы вечны. Бог желает, чтобы мы были внимательны и жили внутренними переживаниями. Мы, конечно, также внешние люди живем внешним миром, но очень важно, чтобы мы, будучи верующими, не упускали из виду того, что мы соединены с Богом, что мы имеем начаток Духа Святого, и чтобы мы больше и больше исполнялись Духом Святым. И то, что мы имеем, это не от нас, это Божий дар и прощение, все то, что мы получаем, но по нашей, скажем так, вере мы получаем. Бог желает, чтобы мы были очень активны в послушании Ему, чтобы мы, может быть, были пассивны в нашей деятельности, но все-таки верующий человек – это активный человек. И чем больше человек смиряется перед Богом, тем больше Бог может совершить через него. В последней главе Евангелия от Матвея Иисус Христос сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Крестья, все народы, и во имя Отца и Сына и Святого Духа». Аминь. Как Богу, Мессии, Иисусу, когда Он еще был, когда даже Его не называли еще Иисус, когда Он еще не был на земле, Ему не нужно, чтобы кто-то власть давал, потому что Он, как живое слово, Он всегда имел власть. Он всегда обладал этой властью, потому что Он был всегда, Он говорит, «Я был раньше Моисея, я был всегда». Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бога. И это сила и власть Божья всегда была в нем. Но здесь Он говорит, что «Мне дана власть». Ему именно была дана власть как человеку, как сыну человеческому. Он говорит, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Иисус пришел на эту землю, чтобы умереть за грехи каждого из нас, чтобы быть жертвой за грех, чтобы через эту жертву мы навсегда были очищены перед Богом. Он также воскрес из мертвых и победил смерть, разрушил силу смерти. И Он имеет теперь власть над адом и над смертью. Но также вся Его жизнь, она показывала, что может Сын Человеческий на земле. Он был родоначальником новой нации, которой мы являемся. Потому что мы рождены от Духа Божьего, и мы соделаны братьями Иисуса Христу. И Бог через нас желает явить Сына Своего Иисуса Христа. И поэтому ту власть, которую имел Иисус на земле, Он эту власть имеет на небе, но Он эту власть отдал Церкви Своей, чтобы мы могли явить Его могущество. Аминь. Аминь. Хорошо. Если Вы не согласны, то я могу повторить это. Почему я говорю? Говорю к тому, что часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы не видим проявления Божьей власти или Божьей силы. Я Вам засвидетельствую. Сегодня утром я молился за Катю. Мы вместе молились за нее в церкви. Немножко расскажу Вам, кто не знает. Катя – это девушка, ей 23 года. Она верующая, сестра нашего Иисуса Христа. Родители верующие. По-моему, в 13-14 лет она получила травму головы. В 16 лет еще раз травму. Потом ее оперировали. В результате она стала парализованная. Она даже глаза не открывает. То есть она только лежит и слышит, что происходит. Последних несколько лет, по крайней мере. И настолько она слаба, что последние несколько лет ее практически не кормили, потому что она не способна есть. И когда ее привезли в Израиль, она имеет только кости обтянутой кожи. Человек, который не получал никакую пищу, можете представить. Но Бог дал ей сильную веру. Она все это время верит. И мать ее верит, и верующие в церковь молятся. И вот так Бог усмотрел, что они попали в Израиль. В Иерусалим на лечение. Там ее начали обследовать. Специальное устройство такое здесь есть. Ну, видимо, есть много где, видимо, в Украине этого нет. Которая кормит само. То есть она загоняет протеиновую еду в желудок человеку. То есть она уже, по-моему, две недели или сколько под этим находится. Уже стала набирать в весе. Уже хорошие изменения начались. Но их выгнали из больницы, потому что деньги не пришли. Во-первых, они вообще чудом попали, потому что у них вообще не было денег сюда приехать. Но они стояли в вере. И Господь вообще чудно дал деньги на билеты, на какую-то первую оплату. Попали в больницу. Но потом что-то произошло. То ли деньги не дошли, то ли они вообще не пришли. В общем, сказали из больницы уйти. И тоже в этом есть Божье провидение. Потому что деньги в больнице стоят для таких людей 900 евро. А она не получает никакого лечения. Она только лежит и получает эту пищу. Но так Бог усмотрел, что когда их выгнали, тут же наши верующие стали заботиться. Нашли дом. Там есть такая вилла. Ее снимает христианское посольство. Когда-то, когда мы начинали нашу Иерусалимскую церковь, лет 7 назад мы собирались одно время в этом доме. И вот их перевезли туда. Разрешили две недели быть. Но мы верим, что они будут сколько нужно. И туда привезли эту аппаратуру, разрешили. Это питание все. И в общем, они там уже сейчас находятся. Намного лучше, чем в больнице. Там уютно. И мама с ней, и верующие начали посещать. И вот сегодня мы провели там служение. Еще с несколькими верующими пели. Молились вместе с мамой и с Катей. За нее много молились. Знаете, удивительно видеть такого верующего, который вообще не может шевелиться. Она просто сигналы только пальцем немного дает матери. И понятно, что она все понимает. И в конце, уже когда мы закончили, мама спрашивает, Катя, ну как тебе было? И она такая разрукнула, такая показывает, вот так было мне сегодня. И, ну, здорово, когда человек так верит внутри. И когда у вас с такими сталкивающимися ситуациями, возникают вопросы. Когда мы читаем Евангелие, то совершенно ясно Иисус говорит о том, что мы должны делать. Он говорит, что мы должны идти исцелять больных. Аминь. Он говорит, что мы должны идти изгонять бесов. Огромное количество таких тяжелых заболеваний связано с нечистыми духами, потому что Иисус исцелял всех обладаемых дьяволом. И много-много о чем говорится, но часто мы никак это не можем сопоставить с нашей реальной жизнью. Должно же быть какое-то согласование. Вы знаете, когда такие ситуации происходят, то можно найти разные объяснения. Существуют разные теологические объяснения, почему это не происходит, или почему это происходит. Может быть, Бог не желает, или желает, или это сейчас не происходит. Ну, то есть, можно всячески это объяснить. Но я думаю, что для нас, как для верующих людей, нужно быть честными прежде всего. Честность подразумевает веру в истинность Божьего Слова. Все-таки мы должны верить в то, что здесь написано. И в Евангелиях, в Деяниях Апостолах, в Посланиях, в Новом Завете я никогда не встречал того, чтобы Бог говорил, что мне это не угодно. Давайте поищите, может, такие места есть, но я не встречал того, чтобы ученики спрашивали, кого-то исцелить, и Иисус говорил, ну, нет воли Отца этого сейчас делать, или как-то сейчас это не будет делаться. Есть конкретное место, когда ученики задали конкретный вопрос и получили конкретный ответ. Помните, когда они не могли знать беса из мальчика, и когда спросили, почему это не происходит? Этот можно забрать. Иисус ответил, по-вашему неверию. Как все просто. Неужели нам нужен другой ответ какой-то, который дал нам Иисус? И потом Он им пояснил, Он не просто их оставил перед ответом, Он сказал, что род сей изгоняется по столу молитвы. По вашему неверию многое не происходит. Но если вы готовы жертвовать собой, то это путь в то, что это будет происходить. Что значит молиться и поститься? Это достаточно жертвенная жизнь. Это не просто, может быть, завтра мы будем молиться, давайте с сегодняшнего дня попостимся. Это жизнь в посте и молитве. Это жизнь, когда человек готов что-то пожертвовать. Для меня, например, пример веры. Мама этой девочки, она все эти годы стоит в вере. Я думаю, ну, мало прийти просто так формально помолиться сейчас и сказать, ну, если Божья воля есть, она исцелит, до свидания уйти. Я думаю, что если человек не готов себя пожертвовать в эту ситуацию, он вообще не может молиться в этой ситуации. Если человек не готов как-то приложиться к этой ситуации, а зачем вообще молиться? Если мы не готовы, например, взять пост несколько дней, или больше даже, или вообще дерзнуть как-то в вере, сказать, пойду до конца в этой ситуации. Будь что будет, Боже, буду до конца стоять в молитве, пока ты это не совершишь. Наверное, все-таки это путь веры. Наверное, все-таки это как-то более по-честному, если мы можем сказать, Господи, по неверию нашему, ты многое сегодня не совершаешь. И вы знаете, есть кому это хочется. Бесы заинтересованы, чтобы мы жили спокойной, нормальной жизнью, и чтобы ничего не происходило. И как только мы делаем шаг выйти, они сразу начинают противостоять. Я не говорю, что сразу, что с микрофоном сегодня произошло, но сегодня это уже не первый случай, который происходит. Включая то, что когда мы в доме начали молиться, сила Божия пришла. То есть было присутствие силы Божьей, в этой силе Божьей была вера. То есть была такая вера, тебе было легко верить. Ты начинаешь молиться в вере, потом приходит помазание, в это помазание вера твоя просто очень сильная становится. Это уже вера не твоя. Ты просто понимаешь, Иисус здесь, и ты веришь в Нем, Его веруя в этой ситуации. И мы просто находились в этом состоянии. И когда мы закончили молиться, общаться, все такие счастливые просто вышли на улицу. Знаете, когда люди вот, ну верующие в таком состоянии выходят, аж трясет от радости. И Аня, мама, вышла, и вдруг дверь захлопнулась. На вилле заклопнулась дверь, где плоделит, где весь дом в решетках железных, ключ изнутри, и девочка одна на втором этаже. Представляете, какая ситуация? Ну, мы не знаем, что делать. И меня нашли силы, чуть ли не на крышу как-то залез сразу. Раз все смотреть, лазу, все, все запечатано. То есть нормальный американский дом. Никто туда не попадет. Сейф. Позвонил я Шехтеру Илье. Он говорит, ну, только надо пожарную вызывать, это большая сумма. А мне снизу кричат, мы придумали, мы придумали. Я спустился. На самом деле придумали. Думаю, Бог им дал придумать. То есть дверь, а рядом такая небольшая. Как специально, когда дом строили. Вот такое стекло точно разбивает, открывает дверь изнутри. Не знаю, так по-нормальному не построить. Как для воров приглашение. Ну, такое толстое стекло. рифленое. И тут же Юра Бабушкин говорит, смотри, то, что нужно. Лежит такое бревно большое, тут же приготовленное. У него такой толстый сучок. Он говорит, сейчас раз и выдавим им. Точно. Мы берем бревно, раз, стекло. Он залез и открыл дверь. Я думаю, как у Бога все приготовлено. Ну и как бесы начинают сразу такие всякие навороты делать. Знаете, просто мелкие пакости уже. Потому что понимает, как бы добыча из рук уходит. Но в такой ситуации начинаешь думать, ну все, ваше время прошло. Мы соглашаться не будем с вами. Я думаю, что Иисус желает, чтобы мы стояли до конца всегда. Мы не можем, мы не пророк, если у кого-то есть пророческий дар, но вообще мы не знаем результат нигде. но мы должны до конца стоять за каждого. Тогда мы имеем право хоть что-то говорить. Я, например, верю, что Бог исцелит ее. И желаю молиться до конца. Может быть, не через меня исцелит. Может, я буду молиться, молиться, а потом придет кто-то другой помолится. А ночью Бог ее сам исцелит. Но у меня пришла такая вера, что мы не должны просто так оставлять верующего человека в такой ситуации. Я просто увидел вот эту сестру, вот ее состояние, как-то когда молился за нее, прочувствовал. Вдруг мне, знаете, такая картина в голове всплыла, совершенно не связана с этим. Но я понял, почему мне Бог дал остолкование. Я просто увидел, знаете, когда завал или дом рухнет, или кого-то лавиной завалит, спасатели когда работают. То есть есть люди, которые просто находятся под разрушенным бетоном, и они кричат там, и нужно может огромное количество времени, чтобы достать их. И спасатели просто жертвенно их достают и там кричат, не волнуйтесь, успокойтесь, успокойтесь. Мы работаем, мы вас вытащим отсюда. И настолько эти люди посвящены своей работе, что часто спасатели сами гибнут, чтобы кого-то достать оттуда. Это происходит в миру. Просто в миру люди, которые выполняют свои обязанности. Я увидел, что эта девочка, ее вечный дух, ее душа наполнена Христом, она находится в сломанном теле, которое дьявол разрушил, исковал, под этими завалами находится. И я могу обращаться к ней. У меня, правда, не было дерзновения сегодня сказать ей. Я буду искать это состояние, чтобы сказать, слушай, Катя, мы не оставим тебя, мы вытащим тебя отсюда. По крайней мере, мы будем до конца молиться и поститься, чтобы тебя достать отсюда. Потому что она же там живая, находится в этом состоянии, в недвижимости, в которое загнал ее сатана. И когда приходит Дух Святой и ты молишься, ты не можешь по-настоящему в Духе Святом сказать, что, Отец, наверное, есть воля твоя, что вот так это происходило. Отец благое, он знает, он знает любую ситуацию, он знает, когда, что и где происходит. Он только милый, человек не может это совершить. Но он нам не сказал, идите и в Духе разбирайтесь, делать вам или не делать. Он сказал, идите и делайте. Он сказал, идите и проповедуйте. И вы знаете, мы должны проповедовать Евангелие всем. Бог знает, чьи сердца будут открыты. Бог знает, когда он Дух вложит в слова, которые мы говорим, они произведут что-то в сердце. Он знает, мы этого не знаем, мы должны идти делать то, что нам. Не быть сильно умными. Наше дело быть в послушании. Бог сказал, идите и молитесь за больных и исцелять. И мы должны это делать. У нас нет никакого резерва, никакой способности исцелить ни одного человека. Но у него есть все, безграничная власть, безграничная сила. Иисус говорит, дана мне власть на небе и на земле. Но скажите мне, кто сейчас является телом Иисуса Христа на земле? Мы иногда просим Иисуса что-то сделать. Он говорит, но вы же мое тело. Я сегодня могу совершать то, что я ходил в теле, я сегодня в ваших телах хожу. Вы мое тело. Но почему, Господи, тогда это не происходит? По неверию вашему. Потому что наше состояние хождения с Богом не соответствует Слову Божьему. И поэтому Слово Божье не является реальностью. Потому что мы живем нашей жизнью и смотрим в Слово Божье. Это что-то разное, правда? И чем больше оно разное, тем больше Слово Божье в нашей жизни не действует. Но как только мы будем жить так, как здесь, поверьте, Слово Божье будет могущественно действовать в нашей жизни. Ведь сложно же верить Божьему Слову, если мы не исполняем то, что написано в Божьем Слове. Это же лукавство. Если мы читаем одно, живем, думаем второе, а живем по третьему, а потом мы исповедуем четвертое и думаем, что это как формула магическая сработает. Не сработает. Не работает магическая формула, если мы живем, думаем, существуем по Слову Божьему. И когда мы будем говорить Слово Божье, это будет что-то значит. И Бог помажет это Слово Духом Святым? Давайте откроем Второзаконие, седьмую главу. Прошу вас на этой неделе молиться, кто желает поститься за садовашнего дня, за исцеление Кати. Мы во вторник поедем снова молиться за нее, в пятницу снова. И я прошу, чтобы вы молились и искали веры. Если вы не верите, не молитесь. Просто просите Бога, чтобы Бог вам дал веру. В этой ситуации нам не нужно какие-то объяснения, ваши понятия на исцеление, теологические объяснения. Ничего не нужно. Если не можете верить, ищите веру у Бога. И молитесь в той вере или в той мере веры, которую вы имеете. Итак, седьмая глава Второзакония, с первого стиха. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, Гиргисеев, Амареев, Хананеев, Ферезеев, Евеев, Ефусеев, всем народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их. И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Не поступайте с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и стуканы их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но Господь вас избрал, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона царя египетского. Аминь. Как сегодня уже было сказано, что то, что происходило с израильским народом, это прообразы для нас, достигших последнего времени в назидание нашей веры. И Слово Божие говорит, что мы народ святой. Слово Божие говорит, что Бог вывел нас из рабства тьмы, из Египта, из этого мира. Мы в прошлый раз уже говорили о том, что весь мир лежит во зле, но Бог нас вывел из зла. Если говорить о мире, мир это зло. Система мира это зло. И за системой мира стоит Сатана, князь этого мира, который осужден и весь мир осужден. Но мы кровью Христа выведены из зоны Божьего гнева и мы помещены в царство Иисуса Христа, возлюбленного Сына. Но здесь на земле, живя в теле, мы также находимся в состоянии Царства Божьего, но это не небесное царство. Там, когда там не будет, знаете, на небесах не будет ни Ферезеев, ни Ефусеев, ни Гиргисеев, там никого не будет, врагов. Там не нужно будет ни с кем разбираться. Но здесь Царство Божьим усилием берется и употребляющие усилия восхищают его. И наша брань, она не против крови и против, но против мироправителей, против сил, тьмы, злобы, векоси, я что-то все это переставил, но не важно, против бесов и демонов, короче. Наша война, то есть смотрите, мы в состоянии войны, мы можем это не признавать, мы можем как-то пытаться хорошо, спокойно жить, но поймите, даже если вы просто спокойно, хорошо живете и не дергаетесь, вы уже побеждены. Этого уже достаточно силам тьмы, чтобы вы просто ничего не делали. Иисус говорит, кто не собирает со мной, он уже расточает. Апостол Павел говорит, что грех тому, кто понимает делать и не делает. Демоническим силам достаточно нас связать, чтобы мы жили просто обычной человеческой жизнью. Потому что они боятся той власти, которая вверена нам Иисусом Христом. Нам дана власть наступать на змеи и скорпионов на всю силу вражескую. Нам дана власть изгонять их с каждого места, им достаточно связать нас, погрузив в обычную теплую мирскую жизнь. Ходить в церковь, молиться, что-то может быть хорошее два раза в неделю сделать. И здесь говорится, что Бог предал эти народы нам. Если смотреть в духовных прообразах, то мы не воюем против людей, мы воюем против бесов. Написано, что Иисус дал нам победу, Он нам дал власть над этими силами. Но кто должен их поражать, скажите мне? Написано, ты поразишь их. Это не должен Иисус сделать, это мы должны делать. Он говорит, выйдите и изгоняйте бесов. Не то, что Господи, если тебе угодно, изгони из него беса. Да, конечно, Господу угодно, чтобы бес не изгонялся из него. Да, Бог только и желает, чтобы все одержимы оставались. Можем ли мы так вообще вопрос поставить таким образом? Иисус говорит, ты должен изгонять бесов. Господи, они не изгоняются по неверию Твоему. И все. А может нету неких бесов? Может я как-то в грозу полновался сильно? Сидим спокойно. Какие бесы? Где они? Тихо, спокойно, никого нету. Живем в 21 веке, слава Богу, уже. Люди в космос летают. Ну, понятно, там подойдите к тому, кто здесь видел бесов. Бесы есть. Я не скажу, кто это такие, чтобы вы к ним очень не встали. Это не курс демонологии. Во-первых, мы должны верить не просто по рассказам или по свидетельствам, мы должны верить в Слово Божьему. Слово Божье говорит о том, что мы с ними находимся в противостоянии на войне. Значит, кто-то есть, с кем мы воюем. Мы же не воюем с тем, кого нету. Если апостол Павел говорит, вы с ними воюете, мы говорим, да где они там? Так вот, Слово Божье говорит, что предал их тебе Господь Бог твой, и ты поразишь их. И не просто их поразишь, мы должны предать заклятию и разрушить все в нашей жизни, что связано с этими бесами. Все то, за чем они могут стоять, все то, через что они могут воздействовать, все то, через что они могут проникать в наше сознание, манипулировать и связывать мышление человека. Вы поймите, этот мир просто наполнен тем, чтобы демонические силы могли порабощать человека, особенно верующего. Поймите, дьявол не заинтересован вести свою агрессию на неверующих людей. Более всего он направлен на тех, которые предоставляют ему опасность, представляют для него опасность. Поэтому то, о чем мы говорим, обычная простая жизнь, она наполнена тем, что мир пытается нас убить. Смотрите, как это, мир убить. Да, мир пытается нас убить. Весь мир идет против нас. Вся эта мирская система против нас, потому что мы не от мира сего. Если вы этого не переживаете, не чувствуете, поверьте, если вы будете желать жить благочестиво, вы это почувствуете. Если вы будете поступать в этом мире как он, вы это почувствуете. Вы сразу почувствуете, что а бес это есть на самом деле. Потому что пока вы живете спокойно, вы никогда их и не увидите. потому что они спокойно живут у вас как домашние тараканы. Вы их подкармливаете и всем хорошо, знаете, все нормально, крысы бегают, ну и что? Ведь можно же и хомяков развести, ведь можно же к крысам относиться как к домашним хомякам, например. Домашнее животное бегает, симпатичное животное, пускай себе бегает. Вот так наше отношение к нечисти ко всей. но всякий желающий жить благочестиво будет гоним. Иисус говорит, что если вы будете поступать в этом мире как я, то вас будут ненавидеть. Кто-то переживал ненависть по отношению к себе и своей веры? Это будет. Есть хорошая новость, если вы будете искать святости, силы в Боге, ваша жизнь станет ужасной. Потому что весь мир пойдет против вас. Я хочу ободрить вас и вдохновить. Потому что это идти против течения. Легко по течению плыть. Но как только мы в Боге дерзнем принять решение, весь ад встанет против нас. Но если Бог за нас, кто против нас? Ну так нужно говорить, когда ты куда-то воевать идешь, не просто ты на кровати лежишь. Если Бог за нас подушкой махнул налево, подушкой махнул направо и смелый такой повернулся спать дальше. Господи благослови меня. Аминь. Мы даже не представляем, что Бог приготовил любящим его. Глаз не видел, ухо этого не слышал. Бог реален. Вообще все, что написано, это все правда. И когда мы смотрим в Библию и говорим, а где это? А где это? Не где это? Ты где? Вопрос надо ставить. Надо правильно вопрос ставить. Читаешь, а где это происходит? А ты где находишься? Оно где происходит, а ты не там находишься? А нигде этого мы не видим. Так ты не там находишься? Аллилуйя. Ты посмотри. Евангелие. Живешь ты так? Стремишься ты к этому? Вот там что-то происходит, кто так живет. Кто живет словом и сверяет себя по слову, и слово для него авторитет, и это слово настолько авторитетно в его устах, насколько оно авторитет для него, в равной мере. Когда мы, насколько мы принимаем авторитет Божьего слова, смиряемся перед ним, в послушании, настолько, когда мы будем говорить во имя Иисуса Христа исповедовать это слово, настолько оно будет просто сжечь и огнем и властью Божьей действовать. Не бывает так, что ты просто живешь своей жизнью полуживой, а потом во имя Иисуса Христа там и сям, а потом что-то ничего не происходит. Знал же, что ничего не происходит. Все происходит. Все происходит. Все реально. Настолько Бог для нас реальный, настолько мы признаем Его праведность, насколько мы становимся голодными по праведности Божьей. Написано насытиться жаждущие и алчущие праведности. У нас правда написано, там праведности написано в оригинале. Насытятся те, которые жаждут, алчут, голодают по праведности. Их единственная цель – праведность, не что-то. Живем ли мы той жизнью, что мы, как сумасшедшие, голодные по справедливости, по святости, по чистоте. А ведь Бог-то все вложил в нас это. В нас самих нет таких странных желаний. Но Бог в нас вложил. Но если мы начнем жить этой Божьей жизнью в нас, то Божья сила придет и будет могущественно действовать во имя Господа Иисуса Христа. И когда мы будем молиться в вере, Бог будет двигаться в этой вере. А если что-то не будет происходить, то мы будем искать эту веру, это состояние, мы будем поститься, мы будем молиться, мы будем смиряться перед Ним, Он будет открывать. Когда мы приходим в покаяние перед Ним, когда наши молитвы станут прежде всего молитвами покаяния. Когда мы каждый раз будем приходить перед Богом и искать, Господи, в чем причина, почему Твоя сила не проявляется в моей жизни. Покажи мне эти причины. Мы же не своей силой, не воинством, не силой, но духом Бога только можем это делать. И если все наши молитвы станут поиском покаяния, освящения и очищения, как вы думаете, Бог ответит на это? Или может быть спросить, Господи, угодно ли Тебе это? Но сколько лукавых вопросов, если Слово Божие выразило волю Его здесь. Мы же никогда не познаем волю Божию, благую, угодную, совершенную, если мы не принесем тела свои в жертву. Если мы не обновимся духом ума нашего, если мы не пойдем всем этим честным путем жертвы, мы не познаем его волю. Зачем же лукавить? Господи, если есть воля Твоя, давай я помолюсь за этого человека, а если есть воля, то исцели его. Да мы вообще можем не знать волю Божию, пока мы себя в жертву не принесли в этой ситуации. Это же просто как отмазка звучит, на всякий случай, если не исцелиться. Господи, если есть воля, ну вот, значит, нет воли, ну хорошо, я свое дело сделал. А что ты сделал? Две минуты помолился, что ли? Представляете, ученики, если бы на этом остановились, помолились, бес не вышел, что они могли сказать? Знаете, сколько у нас ответов в той ситуации было бы наших религиозных? Ну, они, честные люди, спросили, почему не получилось-то? А Иисус говорит, по неверию вашему? А Слово Божие говорит, что Дух Святой в нас любит нас до ревности. Аминь. Вы понимаете, мы ничего не можем без Духа Святого делать. Мы все можем делать только в его помазании, но поймите, что мы должны быть в согласии с Духом Святым, живущим в нас. Если мы в согласии с Ним, если мы в послушании Ему, то Он и будет совершать через нас те сверхъестественные дела, вещи, веры. Слово Божие говорит, не знаете ли вы, в послании Якова, 4 глава, что до ревности любит Дух, живущий вас? Знаете ли вы вообще, что у вас Дух Святой живет? И что Он не просто живет, Он так любит вас, Он передает такую любовь Отца с небес, что в этом есть ревность по всему нашему прелюбодеянию с миром? Это же зов любви Божией, прелюбодейцы и прелюбодеи. Не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Это любящий Дух говорит. Это любящий Дух говорит, приблизьтесь ко мне и справьте сердца твои душные. Смиритесь. Потому что Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Думали вы, что дружба с миром – это гордость? Это желание быть независимым? Но когда человек не двоедушный, он не раздваивается, не живет там и здесь. Ведь можно же и в церкви по совместительству сидеть. Я уже говорил, не нужно и в мир уходить. Можно сидеть спокойно и там, и здесь. Но что происходит с Духом Святым в нашем сердце? Дух Святой, он может огорчаться, он может угошаться. И мы можем это делать. А потом не двигаться в его силе, потому что мы угостили, огорчили его в своей жизни. Помните, когда Закхей Иисуса в гости пригласил? Такая радость. Человек там вообще аж весь такой, я не знаю, представляешь, что человек просто, ну не знаю, он как-то вел себя нескромно. Он говорит, половину Адам чего там отобрал? Вообще вот такая восторг был того, что Иисус к нему пришел в гости. К нам не просто в гости, в нас поселился Иисус в Духе Святом. И каково ему там? Спросите сейчас, нормально ему, хорошо? Имеете ли вы свидетельство Духа, что вы угождаете Богу? Вообще, обращаем ли мы внимание и спрашиваем, тебе нормально вы мне? А Слово Божие говорит, имейте свидетельство в самом себе. Угождаете ли вы Богу? Нормально ли ему жить в нас? Правда в том, что Иисус пришел на эту землю и родился в хлеву. В самом грязном месте и это таково наше сердце, где Он родился. Иисус родился в грязи, в хлеву нашей души. Но не для того, чтобы жить в этом хлеву. Он желает этот хлев превратить в храм. Ведь можно пожизненно говорить, я хлев, во мне Иисус родился. Но Он же не сидел там все время в хлеву. Бог желает этот хлев превратить в храм, освященный, очищенный. И чтобы мы, по крайней мере, поинтересовались, хорошо ли тебе, Бог мой, Дух Святой во мне. Вот представьте, вы израильтяне. Есть тут израильтяне, в которых нет лукавства. Приезжаете вы, например, в Германию. Ну или куда-то в Европу. Вас встречают, поселили в хорошем доме. Ну вот, допустим, мы приезжаем, когда в Германию, это обычно верующие любят, израильтян, евреев. Остальные не сильно неверующие, а верующие любят. И вот вас поселили в доме, где хорошо относятся. Говорят, мы Израиля любим, мы евреев любим. Даже тебе в комнате минору поставили и флажок израильский даже воткнули в булочку вечером. И вот представьте, что вы живете так в гостях у людей. И вам хорошо, и вас хорошо принимают, и о вас заботятся. Вечером вы сидите в салоне все вместе. Они говорят, мы сегодня вечером еще наших друзей пригласили, все вместе посидим. Тут из Ливана, из Хизбаллы ребята подъехали. Вместе посидим, потусуемся, Альманарх, канал Новоантисемитский посмотрим. Тебе же нормально это? Представляете вот такую иллюстрацию? Ну я не знаю, вам нормально это будет или ненормально. Заходят такие соответствующие ребята в челме. И вот вы все вечером отдыхаете совместно. Не так ли мы поступаем с Духом Святым, живущим в нас, когда загоняем в нашу душу все то, что является его врагом. А потом мы как-то так, ну хорошо, наверное, Богу во мне. Я же такая гостиница многоквартирная, всем полна горница, как называется пословица, без окон, без дверей полна, горница зверей. Здесь вот Господь, тут все нормально, там хорошо, много отсеков и отделений. Все уживутся спокойно. И мир тут, и Бог, мы. Главное не нервничать, не доходить до фанатизма, быть нормальным, спокойным христианином. И так тихо, спокойно, ногами вперед до кладбища доехать. А потом прийти к Иисусу, Он скажет, а я не знаю, кто ты такой вообще. Здравствуйте. Не здравствуйте, до свидания нужно говорить. Ну, почитайте книгу Откровения. Иисус говорит, я извергну таких людей. Это еще нормальный перевод культурный, с греческого извергну. Лучше бы ты вообще мертвый был, холодный, на улице где-то там кололся. По крайней мере, благодать нашел бы и схватился. Но если ты не горячий, ты просто теплый, в таком ненормальном состоянии находишься. Но во всем в этом всегда есть послание любви. Потому что Бог-то ревнует, когда обращается к нам. Он ревнует за наше время, за наши помыслы, за наше сердце. Неужели вы думаете ему без разницы все, что мы ему оставляем просто ничего иногда в жизни? Вопрос, а сколько он хочет? Можно коммерческий вопрос задать. Так вы же сами, мы же споем, всем моим сердцем, всею душою. Мы молимся каждый раз, молитва Ашма, Израиль, возлюблю тебя. Честно мы говорим или нет? Всем моим сердцем, всею душою, всею крепостью моею. Что значит всею? Опять можно поставить вопрос. Можно ли вот такое послание совместить с нормальной жизнью? Вы знаете, если то, что мы говорим, оно для нас ненормальное, значит мы ненормальные. Слово-то Божие всегда нормальное. Значит наш разум настолько поврежден, что мы думаем, не радикально ли это? Какая противоположность радикальности есть? Неважно. Мы, ладно, мы очень консервативные, солидные, глубокие мыслители. Но Бог желает, чтобы мы мыслили категориями Божьего слова. И достаточно для вас? Неужели это мало? Иметь ум Христов? И вообще из вас много ли умных здесь? А Бог мудрость мира вообще почитает за безумие? А дружба с миром это и есть вражда против Бога. Как ни крутите. Если ты желаешь быть другом миру, становишься врагом Богу сразу же. Моментально. Что говорится в Библии первое послание Иоанна? Не дружите с миром, не том, что в мире. Не любите мира, не того, что в мире. Вы спрашивали себя, что в мире? Интересовались? Нам же постоянно интересно, а что в мире происходит? Вот в мире происходит то, что мы не должны любить. А что это? Вот это все, что в мире, нам не надо любить. Потому что это есть что? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И тут открывается очень маленький приятный секрет. И мир проходит, и похоть его, исполняющая волю Божию, пребывает вовек. Так неужели нам не приложиться к тому, что вовек пребывает, чем хвататься за то, что постоянно куда-то плывет? И не постоянно, и уже вообще осуждено. Но практически все очень просто. Бог говорит через Слово Божие Духом Святым, чтобы мы приблизились к Ним. Тогда Он приблизится к нам. Мне вообще интересно задать вопрос. Здесь есть люди, которые заинтересованы в близости с Богом? Если нет, то она непонятна, зачем человек ходит в церковь. Есть ли у нас интерес иметь реальность Бога в нашей жизни? Он говорит, ну приблизьтесь ко мне тогда. Не просто же так, ну что-то вот Бог как-то запаздывает в наше время. Он говорит, приблизьтесь. А как приблизиться? Он говорит, ну исправьте сердца ваши двоедушные. Очистите руки ваши. То есть перестаньте быть двоедушными наконец-то уже. Ты и здесь, и там постоянно. Ну можешь ты наконец решение принять? Ну иди уже в мир наконец лучше. Чем потихоньку, знаете, грешить. Подкалываться можешь, там подпевать чуть-чуть. Ну так, на всякий случай, по чуть-чуть. Да какая разница? Ты уж или здесь, или там. Какой смысл тогда вообще? Я не вижу никакого смысла быть в церкви. Идите в мир лучше. Церковь это не место для греха. Если вы думаете, что на всякий случай ходите, вы в ад пойдете, не будет этого случая. Не надейтесь на это. Потому что вы плевелы, которые будут сожжены огнем, которые находятся в церкви. Написано, что Бог отделит плевелы от пшеницы. Так зачем время тратить? Лучше пойти в мир и дальше там полностью находиться. Или за Богом, или за дьяволом. Зачем же совмещать? Аминь. Для какой цели? Зачем время тратить? Если только мы начнем ревновать, искать близости. Знаете, если мы начнем больше и больше прикасаться всей церковью к Богу, мы просто не представляем, что вокруг нас начнет происходить. Потому что Бог начнет могущественно своею силою. Я сейчас говорю о церкви, не о личной вере каждого. Есть не просто индивидуальная вера, есть вера церкви еще. Потому что когда они единодушно, единомысленно пребывали вместе, могущественно на Дух Святой сошел. Потому что Слово говорит Божье, что дополните мою радость, будьте в единомыслии, в единодушии, в единой вере. Когда мы готовы сконцентрироваться вместе, по крайней мере, в чем-то согласиться на этом месте, или по крайней мере признать, да, есть слабость, но мы будем искать Тебя, Бог. И мы не будем соглашаться с чем-то нечистым, с чем-то неправедным, мы будем вместе искать лица Твоего. Как народ Божий. Мы же святой народ. Вы знаете, Бог будет делать то, что Он желает делать. Пройдет Его присутствие могущественно. Нам не нужно будет выслеживать там или досье, или завести НКВД, кто грешит, не грешит. Все будет проще, люди умирать будут здесь, на сцене, вот и все. Не нужно будет делать этого. Потому что кто ходит в лицемерии, в блуде, и прикасается к чаше Господней, Он умрет здесь. И все. Как это было в церкви. Почему это происходило? Потому что люди в лицемерии соприкасались с Божьей святостью. Ведь апостол Павел не просто так писал, ведь, видимо, были прецеденты такие. Он говорит, кто недостойно пьет чашу сию, болеют, и многие из вас умирают. А я скажу, что многие причины болезни присутствующих людей, наверняка могут быть двоедушие и греховная нечистота. Потому что просто так прикасаются к чаше, а грешат и лицемерят. Но Слово Божие, оно все равно действует так, как оно написано. И вы ничего не можете поделать. И вы знаете, чем больше церковь будет искать реальности Божьей, тем сильнее будет Божья благодать, Божья любовь, Божьи чудеса, Божьи исцеления, но также Божья дисциплина будет сильнее. В равной мере, поверьте мне, потому что страшно впасть в руки Бога живого. Это любящие руки, но Бог, кого любит, его и наказывает. Давайте помолимся. Отец Небесный, обращаемся к Тебе во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы знаем, что Ты любящий Бог, что Ты милосердный Бог, и что Ты ненавидишь грех, поэтому Сын Твой, Иисус Христос, умер за наши грехи, чтобы нас оправдать, и чтобы мы были очищены, освящены. И Иисус умер так же, чтобы освободить людей своих от грехов их. Мы просим Тебя, чтобы мы имели тот же дух, вера, ненавидит зло, несправедливость, ложь, грех и нечистоту, потому что в нас нет этой способности, но мы хотим жить под духом, не по плоти, чтобы ненавидеть то, что ненавидишь Ты, и любить то, что любишь Ты, и делать тогда уже то, что делаешь Ты, видеть Отца, творящего через нас в Духе Святом, реальность Иисуса Христа на этом месте. Веруем в Тебя, Господи, что Ты сегодня точно такой же, и что Твоя рука не сократилась совершать чудеса и знамения посреди народа Божьего. Если только народ Божий смирит свои сердца перед Тобой и будет искать лица Твоего. Если мы прекратим находиться в Двоей Души, но цельную душу отдадим Тебе, потому что, если кто пытается сберечь хоть часть своей души, он ее потеряет, но кто потеряет душу свою ради Тебя, он ее сбережет для Царства Небесного. Благодарим Тебя, Господи, и славим во имя Иисуса Христа. Аминь.